Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. Зачастую мы привыкли использовать оптические приборы для наблюдения удаленных от нас объектов, но есть огромный мир, находящийся рядом с нами и даже внутри нас, для познания которого нужен инструмент несколько иного свойства. Как Вы уже догадались, сегодня речь пойдет о микроскопе, а точнее о наиболее интересном современном его варианте – цифровом микроскопе. Микроскопы немецкой компании-производителя оптических приборов Bresser по праву занимают лидирующие позиции на отечественном рынке. Отличное сочетание цена-качество, богатейшая комплектация снискали себе заслуженное уважение среди любителей, так и профессионалов. Поэтому для знакомства с данным типом приборов мы выбрали топовую модель, производимую компанией – цифровой биологический микроскоп Bresser Biolux LCD с увеличением от 40 до 1600. Поставка микроскопа весьма щедрая и кроме самого микроскопа включает массу полезных приспособлений и препаратов. Все это помещено в прочный вертикальный кофр общим весом около 3 кг, при этом вес самого микроскопа около 1,3 кг. Познакомимся с содержимым кофра подробнее. На специальном планшете, расположенном внутри кофра, закреплены различные аксессуары. Тут и набор для препарирования, подготовки и исследования образцов, в том числе ручного и микротом для нарезания образцов. И коробочка с комплектом чистых предметных и покровных стекол, а также 5 готовых препаратов. Тут же бутылочка со смолой, гумиарабиком для того, чтобы закреплять приготовленные препараты на стеклышках и матовое стекло для нижней подсветки. Оно делает более равномерную подсветку по полю и смягчает контраст. И наконец комплект для разведения креветок, ноуплиос лярва и чехол от пыли для самого микроскопа. Теперь обратимся к микроскопу. Подготовка к работе проста, подключаем его к сети, используя входящий в комплект сетевой адаптер. Нажимаем кнопку Power и ждем включения дисплея, на это уходит несколько секунд, не отпускайте кнопку сразу. Вот собственно и все, остается разместить на предметном столике препарат и навестись на резкость. Вот тут стоит подробнее остановиться на увеличении, даваемом микроскопом. Диапазон увеличений Bresser Biolux LCD таков, оптическое увеличение микроскопа от 40 до 400 крат, цифровое увеличение до 1600 крат. Таким образом, Bresser Biolux LCD – это оптический микроскоп с тремя объективами на револьверной головке 4, 10 и 40 крат и с несъемным узлом окуляра 10 крат с цифровой камерой. Соответственно, микроскоп дает увеличение 40, 100, 400 крат. Заявленное производителем увеличение 1600 крат достигается за счет использования цифрового увеличения камеры, то есть масштабирования изображения. Главной особенностью данного микроскопа является то, что он оснащен LCD-экраном, что во многих случаях семейные, коллективные или учебные наблюдения окажутся гораздо удобнее, чем традиционное наблюдение в окулярном. Предметный столик микроскопа очень удобный, можно сказать профессиональный, с микрометрическими подвижками шкалой Nonius. Система освещения микроскопа достаточно проста и эффективна. Нижняя светодиодная подсветка используется для наблюдения прозрачных образцов, верхняя подсветка для исследования объемных непрозрачных образцов. Возможен также смешанный режим освещения. К сожалению, верхняя подсветка может быть использована только при небольших увеличениях, из-за того, что объективы, дающие сильное увеличение, имеют большие размеры и перекрывают световой поток, идущий от верхнего осветителя. Микроскоп имеет достаточно прочное и устойчивое основание. Справа внизу микроскопа имеется колесико регулировки интенсивности освещения, размеченное от единицы, самое слабое освещение, до восьмерки, самое яркое освещение. Наиболее эффективным следует признать диапазон от 5 до 7. Камера микроскопа имеет автоматический баланс белого. Для достижения большего контраста можно воспользоваться некоторыми встроенными режимами камеры. Монохромный, негатив, сепия. Стоит отметить, что наиболее эффективным из перечисленных методов является монохромный режим. Теперь обратим свое внимание на трех с половиной дюймовый LCD экран. Он достаточно контрастный и яркий, с хорошим углом обзора, что позволяет без проблем вести индивидуальные и коллективные наблюдения. Кнопки управления на микроскопе очень удобные, а их назначение интуитивно понятно. Для увеличения или уменьшения яркости изображения в процессе наблюдения используются кнопки вверх или вниз, а для изменения масштаба кнопки влево или вправо. Для управления фото и видеосъемкой предназначена кнопка Snap. При использовании больших увеличений становится заметным подрагивание изображения, возникающее от нажатия кнопок, вследствие чего картинка может на несколько секунд немного размываться. Такого эффекта можно было бы избежать, имея микроскоп дистанционное управление с компьютера, но, к сожалению, такая функция отсутствует. Для регулировки фокуса конструкцией микроскопа предусмотрены только ручки грубой фокусировки. Впрочем, фокусировка очень плавная, без рывков и даже на оптическом увеличении в 400 крат резкость наводится без проблем. Чтобы сфокусировать изображение для фотосъемки наилучшим образом стоит прибегнуть к такому способу. Переключиться в видео режим, получив более четкое изображение, и сфокусироваться, после чего переключиться обратно в режим фотосъемки и фотографировать с нужным разрешением. Все фотоснимки и видео будут сохранены во внутренней памяти микроскопа объемом 128 Мб. Если же ее недостаточно, то можно вставить SD-карту памяти емкостью до 1 Гб в соответствующий слот на микроскопе. А вот просматривать и обрабатывать изображение, полученное с помощью микроскопа, гораздо удобнее на компьютере. Формат получаемого изображения GPG, а видео 3GP. Для того, чтобы подключить микроскоп к компьютеру и загрузить в него полученные снимки, нужно использовать USB кабель, идущий в комплекте. При этом микроскоп распознается компьютером, как обычный дисковый накопитель . Теперь посмотрим, что же можно увидеть в этот микроскоп. Надо сказать, что качество изображения очень хорошее, вплоть до увеличения в 400 крат. Это наглядно видно при работе с препаратом инфузория туфелька. Следует заметить, что при использовании цифрового увеличения, качество изображения исследуемого образца начинает ухудшаться. Даже при относительно небольшом цифровом увеличении, изображение становится несколько размытым. Уникальной возможностью этого микроскопа является фотосъемка в указанные интервалы времени. Таким образом, можно наблюдать за ростом растений или дрожжей, и сделать из этих фото интереснейшую анимацию. Встроенная камера микроскопа имеет разрешение в 2 Мп и позволяет делать снимки с разрешением от 640х480 до 2048х1536, а также снимать видео с разрешением 320х240. Для оценки видео предлагаем вам посмотреть несколько коротких видеороликов из жизни микромира. Все. Время. Субтитры создавал DimaTorzok Подведем итог. Микроскоп Bresser Biolux LCD – это уникальное предложение, в котором простота и удобство обращения сочетаются с современными цифровыми технологиями. Электронная начинка микроскопа позволяет не прибегать к использованию компьютера для фиксации результатов проводимых вами наблюдений. Это несомненно удобно как в стационарных, так и в полевых условиях. Возможность проведения совместных наблюдений открывает широкие перспективы для использования этого микроскопа в образовательных целях. Если вы выбираете биологический микроскоп для ребенка или для своего хобби, то Bresser Biolux LCD, вне всякого сомнения, должен быть в списке ваших возможных покупок. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!